Я знаю, что у тебя сегодня открывается выставка. Работа Дениса Саунина находится в коллекции Русского музея. Что тебя натолкнуло на эти музеи? Друзья, всем привет! Я Александра Незвецкая, и сегодня, как вы видите, мы не в моей мастерской, а сегодня мы идем в гости к моему коллеге, одному очень интересному художнику. И сейчас вы с ним познакомитесь, прошу вас. Привет! Мы уже готовы. Приглашаешь нас? Все, пошли. Мастерская номер 9. Хороший номер. Я сама здесь первый раз, так что мои первые впечатления. Ой, Денис, как тут уютненько. Друзья, давайте я сначала представлю Дениса. Денис Саунин, художник-живописец. Мы с ним вместе участвовали в нескольких проектах выставочных, были на пленэрах во Франции. Так что давно знакомы, и вот сегодня мне захотелось вас познакомить. Я знаю, что у тебя сегодня открывается выставка. Да, есть такое дело. Есть такое дело. До какого числа она будет работать? До 26 сентября. Да. Друзья, если успеете, до 26 сентября приходите на выставку Дениса Саунина. В союзе дизайнеров. В союзе дизайнеров. На Мойке 8. Мойка 8? Мойка 8. Так что там ты не один, там три художника. Да, там Оля Петрова и Павел Ростовский. Расскажи немножко про своё помещение, в котором ты работаешь. Вот это ты сам делал? Сам делал, да. Молодец. Вот художники, они такие, руки золотые. А можно туда наверх подняться? Можно. Да? Проводишь? Вот у меня тут вид хороший. О, здорово. Разводной мост. Сколько здесь потолки? 6,5. 6,5. Да, тут прекрасный вид на него открывается. Особенно, когда пробки вообще замечательные. И зима. А вот эти полоски сам делал? Да, когда, ну, когда ремонтировал. Как туда разобрался? Делал леса трёхметровую, потом на леса стоял ещё стремянку и вот так залазил, так всё шатается. Так у тебя тут монументальная роспись. Да, я роспись делал тоже. А потом шпаклевать. То есть, короче, в свободное творческое время занимаешься собственным интерьером. И, собственно, интерьером вынужденная мера. У меня же здесь была маленькая мастерская. Здесь, да? Да, то есть на этом же этаже, только маленькая. Она была в половину, да, наверное? 15. Это 46. Потолки ниже, как бы, и... Ну, маленькая совсем была. Но тут немножко расширился. Вот этот стол антикварный. Это вот остался в наследство. От предыдущего, да? И стулья, наверное, тоже. Стулья тоже. И вон мольберт. А, мольберт, кстати. Который такой, я не знаю, но ему больше 100 лет точно. О, Денис, я только сейчас обратила внимание, что у тебя нету никаких перил. Ты, это, как сказать... Так задумано. Задумано? Или это просто... Так задумано. То есть, такой элемент экстрима в твоей мастерской, на всякий случай. Да, чтобы не расслабляться. Понятно. Денису еще есть хобби, он, как называется, парапланирист. Парапланиристом занимается. Парапланиристу перилы не нужны. Не нужны лишние элементы, собственно говоря. Здесь у тебя есть, что нам показать, рассказать? Я знаю, что твой стиль галеристы называют как метафизический реализм. Правильно? Ты как сам согласен с этим? Согласен. Да, я согласен. А, неплохое название. Ты обычно, когда задумываешь работу, ты вкладываешь туда какой-то смысл, который должен прочитать зритель? Или ты даешь свободу зрителю на то, чтобы он сам интерпретировал, как ему больше нравится? По-разному. Бывает. Просто мне, например, нравится, когда иногда зрители видят в моих работах что-то свое, то, что я, допустим, изначально туда не вкладывала, но потом, когда мне об этом говорят, я думала, точно. Да, то есть мне нравится, когда есть... Какая молодец, да? Какая молодец, да. Какой-то смысл вкладывает художник. Иногда делаешь, когда знаешь, что делаешь, иногда делаешь, когда не знаешь, что делаешь. Как получится. То есть подключаешься к потоку метафизической энергии. Да, как бы в процессе все. Понятно. Ну так можешь там перекрашивать по 10 раз одну работу. Сколько у тебя работ в месяц примерно выходит? Или там по-разному бывает? Так, я даже не знаю. Ты себе ставишь какие-то творческие планы? По настроению, если есть настроение, если есть еще, как вам, мотивация. Ну, мотивация, да, мотивация, она очень хорошо скимулирует. Мотивация, если есть, то быстро. Денис, а вот та работа, про которую я спрашивала, которая в Русском музее, она у тебя или она где? Ну, она в коллекции Русского музея, да. Так что вот, друзья, работа Дениса Саунина находится в коллекции Русского музея. Какой-то, значит, это коллекция XXI век. Ну, это вот выставка была «Реализм XXI век». Так, ну что, спустимся, наверное, вниз. Вернемся к термину «Метафизический реализм». Не будучи искусствоведом, да, просто таким, на первый взгляд, я бы сказала, что да, здесь есть какой-то, не знаю, может быть, сюрреализм. Но, наверное, метафизический реализм – это будет более верное определение. Ну, это не сюрреализм, то есть это как бы реализм, но с какими-то элементами, может быть, не совсем реальности той, которую мы всегда видим. Ну, то есть это какой-то некий другой слой реальности, которая… Да, вроде как бы все реально, но немножко нереально. Ну, ну, не совсем, но не совсем. То есть это и есть… А можешь ли ты себя, ну, скажем так, громко назвать, не знаю, основоположником направления «Метафизический реализм»? Да, нет, конечно. Ну, потому что я, например, в принципе, не видела художников, которые, ну, в каком-то таком схожем стиле работают. Как ты себя, как ты себя целишь? Ну, я бы там даже не задумывался. Да, правильно, это не задача художников, это задача искусствовинов, которые уже определят, да, разложат, структурируют. Ну, вот помимо, да, метафизического реализма, ну, например, вот этих, да, работ таких, ну, скажем, пейзажей, да, метафизических, у тебя есть еще направление портреты. Ты пишешь с натуры или ты пишешь по впечатлениям, по памяти, по наброскам? Как ты работаешь? Откроешь нам секреты? Пользуешься фотографией. Пользуешься современными методами, хорошо. Ну, мне нравится. Мне действительно. Мне удовольствие как бы портретами. А твои, каким образом ты выбираешь портретируемых? Ты просто с ними общаешься или ты, не знаю, обращаешь внимание на какую-то интересную внешность? Ну, да, если образ интересный, как бы... Ориентируешься на такой, на чисто визуальный образ, да, человек тебе интересен, и ты... А как приходит идея портрета? Сразу же или это тоже какие-то наброски? Ну, тоже так думаешь, там, что-то эскетики какие-то делаешь, ну... Ну, вот у тебя достаточно много работы висит на стенах, но я смотрю, что там еще больше у тебя, вот, в стеллажах, на стеллажах. Ты нам что-нибудь покаешь? Можешь нам показать? Вытаскивать? Ну, мы же пришли, чтобы посмотреть, что ты делаешь. Не, ну, что несложно, например, вот эти работы. Это у тебя законченные работы? Ну, это только в процессе тоже. Или это то, что в процессе? Ну, если это не секрет, покажи нам, потому что людям интересно, как выглядит процесс творческий. Ну, вот, надо вот вытаскивать тогда. Вытаскивать, да? Мне просто там идти. Может быть, начать вот с этих, которые здесь стоят? Вот, например, тут интересная работа с каким-то аллигатором. Это... Как она называется? Это девушка. Это девушка? А, девушка-аллигатор. Девушка-аллигатор. Это аллигаторша. Или как-то, или крокодилица. Я планировал сделать серию этой работы с женщиной-зверей. Что тебя натолкнуло на эти усилии? Женщины как-то нехорошо с тобой поступали? Ну, почему? Нет, но... Нет, но в них есть некая зверская сущность. Понятно. Вот такие вот маленькие картинки. Ну, это вот то, что ты как бы называешь абстракцией, да? Ну, абстракцией. Ну, так, да, такая. А, кстати, расскажи, пожалуйста, ты в основном работаешь акрилом или маслом? Акрилом. Больше акрилом, да? Сейчас акрилом, да. Планетки. А вот эти все работы, они у тебя одного формата? То есть, это серия, да? Ну, вот эти, да, одного просто. А какой формат? Достаточно большой, 150, наверное? Ну, 180 на 120. Вот можно посмотреть и выше. Для сравнения, для масштаба. Пестики, тучинки. Ну, короче, хватит. Не, ну как это, Денис? Мы хотим познакомиться с твоим творчеством поближе. Есть вот дядьки-мотоциклисты. Давай. Только они тоже запакованы. Так, а вот здесь я вижу какой-то элемент картины, который мы видели вот там, да? У всех работ есть названия? Есть. Или какие-то ты тоже оставляешь? Есть. А как у тебя обычно возникает? Сначала название, потом сюжет? Или все-таки сначала визуальный образ? Сначала картинка, потом название. Ну, я с тобой согласна. Я, в принципе, так же работаю. Да, идея... Ну, это же все равно там... Идея, она заключается в визуальном образе. А назвать можно так, можно так. То есть, в принципе, разные названия, они будут... По итогу, да, потом уже и называешь. Хотел сделать красный квадрат, а сделал черный. Ты, когда, допустим, задумываешь картину, ты, не знаю, простраиваешь для нее какой-то путь? Например, там, что она пойдет на такую выставку, потом на такую, или, например, она будет в таком-то интерьере? Или это все такое... Не, ну, если конкретно к выставке делаешь, ну, да, там, думаешь немножко. А так не думаешь. Просто делаешь. Просто делаешь. Главное делать. Я с тобой согласна. Потому что для кого-то еще надо было. Задача художника, мне кажется, это дать зрителю каких-то новых эмоций, которые он, допустим, не может получить, да, там, ну, вот, скажем, проходя свой какой-то обычный путь, там, не знаю, дом, работа, да, там, магазин. То есть это что-то, это какие-то эмоции другие совершенно, другое качество эмоций. Так что, друзья, вот почему нужно приобретать картины, потому что вы получаете совершенно новое качество эмоций. Да? Да, и какой-то мир другой. На картины Дениса это такая дверь, да, в какой-то другой мир. То есть, например, вот если представить себе, что в интерьере будет висеть, ну, просто здесь их много, да, и поэтому может быть такое очень насыщенное, получается, впечатление. А если вот представить, да, что вот одна из этих картин висит в интерьере, это, да, это как такой портал в какой-то другой мир, который совершенно отличается от нашего привычного, да, и вот Денис открывает окно или дверь в параллельный метафизический мир искусства. Вот такой вот я. Не все работы в доступе, поэтому не все может достать, поэтому если вас заинтересовало, заходите к Денису Саунину на его персональный сайт, там будет под этим видео ссылочка, вот, и там вы сможете познакомиться поближе с его творчеством. Да? Да. Но мы всё-таки вам будем ещё показывать, я всё-таки хочу Дениса попросить, чтобы нам что-нибудь ещё показал. Ну, вот, например, вот здесь работает. Не знаю, я уже не помню, что там есть. Портрет ещё есть тут. Тут Василий Федотов, сосед мой по мастерской. Это тоже художник, насколько я знаю, да? Вот очень интересный, кстати, момент, когда художники пишут своих коллег. Вот отец мой. Пейзажики. С Чечни. Чеченские. Это по впечатлениям, да? Нет, ну, это мы же на пленэр ездили туда. Ну, то есть это с натуры написали? Ну, как бы, ну, нет, это не с натуры, но с этюда там. С этюда, а, то есть какого-то маленького этюда ты написал большую работу. А это чей портрет? Нет, они практически все больше натуральной величины. Ну, как бы, для выставки, чтобы. Для масштабности. Просто, например, там в учебном процессе, да, там не разрешают обычно делать. А вот старенькая работа, это еще в институте. А вот, смотрите, здесь мы можем видеть образец раннего творчества, буквально становления художника Дениса Саунина. Это в училище, да? Не, в институте. В институте. А скажи, пожалуйста, где ты учился? В Дальневосточный институт искусств. В Дальневосточный институт искусств во Владивостоке. А ты давно в Петербурге уже живешь? С 2007-го, по-моему, или 6-го. На Востоке были, ну, я же в Красноярске был, в творческих мастерских. И оттуда уже решили на Запад поехать. А, решили не возвращаться. Ну, с середины страны, на Востоке были. А вот там, кстати, интересный портрет. Кто это? Это тоже Сочи. Он художник? Нет, это просто, как бы, молодой человек. Мой тёска. Здесь? Да. У меня ещё один портрет его сделал. Его? Вот у меня сейчас на выставке будет. На этом, там, с другого ракурса. С другого ракурса? А вообще, как сократ такой. Там вот мы видим какие-то небольшие этюды. А вот эти работы с натуры написаны? Ну, это вот как раз вот это, вот Чечнея, там Крым, там Чечня тоже. Ну, то есть ты всё-таки выходишь на плену. Как у тебя обычный вариант? Я езжу с красками, с колстами. Чем ты больше тяготеешь? Там, к портретам, к вот таким вот метафизическим пейзажам? Или вот каким-то таким... Как ты называл эту серию, там, где женщина-крокодилица, девушка-крокодилица? Женщины-звери. Когда чем хочется, тем и занимаюсь. Ну, то есть ты не можешь сказать, что там больше любишь портреты, там, или больше любишь... Ну, то есть всё, всё, всё любишь и всё... В зависимости от настроения. Хорошо. А есть ещё серия вот женщины-звери? Нет ещё. Это первая, да, работа? А можно её посмотреть? Её переверни. Ну, она ещё и недоделанная. Звери-то недоделаны. Так, вот мне просто... Так, я просто думала, что это, ну, какой-то крокодил лежит... Крокодилиха. Ну, когда я поняла, что ты крокодилиха, да, а потом, когда выяснилось, что так раз ты и девушка... Девушка, да, крокодилиха. Девушка-крокодилиха, да, стало ещё вдвойне интереснее. Как ты думаешь назвать эту работу? Вот когда сделают серию, там уже посмотрели. То есть ты когда... То есть ты одну работу сразу не называешь? Нет, ну, почему? Просто я тут планировал серию сделать, как бы... Там как получится, я не знаю ещё. А сколько работ ты одновременно ведёшь? Да, по-разному там... Ну, две, три, пять, десять. Три, пять и десять, может. Пять и десять. Сколько у тебя обычно уходит времени на создание одной работы? Ну, понятно, что они разные, да, в зависимости от размера, но... Всё по-разному, да. Да, потому что можешь там и десять раз, говорю, перекрашивать одно и то же. Можешь сразу сделать. И может быть сразу за один раз, да? То есть такое тоже может быть, да? То есть, например, вот такую работу ты можешь написать за, там, допустим, за один сеанс. Или всё-таки... Ну, это я долго уже крашу. Ну, я имею в виду подобного размера, потому что, хотя я сама небольшая, но я люблю писать большие работы, потому что у меня, например, на большую работу уходит практически столько же времени... У меня меньше выходит на большую, чем на маленькую. У тебя меньше, да, на большую? Ну, в смысле, на большую? Ну, примерно так же, столько же, как бы... Что на большую, что на маленькую. С маленькой возник больше, а толку меньше. Ну, вот, да, у меня то же самое почему-то происходит. То есть, людям кажется, что чем меньше работа, тем она быстрее и проще написать. Тем дешевле, кажется. Ну, у тебя там на потолке роспись монументальная, про которую мы уже говорили. А у тебя вообще есть, ну, я знаю, что у тебя есть опыт, насколько он большой, монументальный именно роспись и стен. Расскажи немножко о нём, где ты, где ты что-то и расписывал, любишь ли ты монументальное искусство? Когда-то любил, да, мне нравится махнуть. Чё-нибудь. Ну, это обычно какие-то... Ну, это давно уже, как бы, не делал я, расписывал. Не знаю, рестораны, кафе или что-то, да. Ну, это общественные места, да. Ну, и в частных домах тоже. И в частных, да, тоже? Просто обычно... А вот, например, в частных домах что люди хотят видеть у себя на стенах? Ну, не знаю, у меня там, допустим, заказчик говорит, хочу. Грот и голую женщину. Классика. Я сделал эскизы немножко другие, ну, то, что я как бы хотел. Даже из серии «Женщин-звери»? Ну, не было, да, там ни грота, ни женщины. Ну, ему вроде понравилось, сделал. Остался довольно... Так тоже можно, да? Главное, что он может и согласиться. То есть иногда человек, может быть, не... Ну, готов, он готов отказаться, да, от своей изначальности. Может быть, и не знает, да, что он хочет. То есть он на самом деле хотел это, а он не знал об этом. А сейчас, ну, сейчас давно, да? То есть ты больше станком занимаешься? Да, да. Ты нам что-нибудь еще хочешь показать, рассказать? Я хочу сказать спасибо вам. Спасибо. Спасибо тебе, что ты открыл для нас двери своей мастерской. Такое место, как, ну, не знаю, как... Личное, личное пространство пустил нас. Так что тебе спасибо большое, очень интересно. Друзья, если вам было интересно, в гостях у Дениса, если вы хотите увидеть, может быть, продолжение, как мы ходим в гости к другим художникам, пожалуйста, подпишитесь на мой канал и ставьте лайки. И напишите какой-нибудь комментарий, чтобы я знала, что вам было интересно. До скорых встреч. Заходите на сайт, там все картинки есть. Да, и на мой сайт заодно тоже заходите, там тоже будет ссылочка. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok